hi guys или привет youtube сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме для тестировщика как описание баг-репортов отчетов о дефекте на английском языке в принципе эти правила также применимы и для остальной тестовой документации будь то чек-листы или даже лучше тест кейса потому что логика использования английских правил грамматики в написании этой документации аналогично той которую мы с вами сегодня разберем на что стоит обратить внимание в английском языке в написании багов на нем во первых на то что в предложениях на английском языке есть четкий порядок членов предложения то есть если мы говорим про английский язык то у нас всегда на первом месте находится подлежащие после него идет сказуемое на английском это будет либо ворк либо прадикат потом идет дополнение object и непосредственно обстоятельства двор белл поэтому нам всегда нужно обращать внимание на то как мы оформляем наш баг-репорт и какие члены предложения мы ставим на первое второе третье четвертое и так далее места так как от этого будет зависеть уровень восприятия того что вы напишите к примеру вашему англоязычному заказчику который захочет изучить вашу тестовую документацию и в частности отчеты о дефектах мы с вами дальше посмотрим на примере как это выглядит чтобы вы немножко понимали как это должно смотреться в бак трекинге например в джили поэтому пока просто запоминаем о том что у нас есть порядок слов в предложении которые мы должны всегда использовать думаю для тех кто изучает английский либо изучал его когда-то это не станет в новинку далее обязательно мы должны использовать passive voice в наших предложениях когда мы говорим примеру о заголовках о наших самаре когда мы говорим про дискрипшен когда мы говорим про экшел и экспрактит резалт то есть всегда мы там используем пэси фойс в английском языке есть актив войс и пэси фойс актив войс это когда мы самостоятельно что-то делаем то есть на объект не оказывается какое-то давление например я иду в школу я кушаю обед то есть я что-то делаю оказываю какое-то действие на предмет пэси фойс это страдательный залог то есть когда на сам предмет оказывается какое-то действие например картина была написана пикассо логика страницы не обрабатывается после нажатия какой-то кнопки реквест не отправляется после ввода к примеру у рлки в адресную строку и нажатие кнопки enter то есть что-то не делается кем-то о ком мы вообще можем даже и не знать и так как чаще всего мы оказываем какое-то действие на элемент на страницу на запрос на ответ то всегда вот это подлежащее она будет на первом месте и после него мы используем пэси фойс я не буду сейчас подробненько рассказывать о том как образуется данная форма так как вы идете в сферу идти и в принципе уровень английского должен вам позволять без труда образовывать эти формы и знать вообще что это такое поэтому если вы вдруг не знаете эти вещи то советую вам просто дополнительно изучить что такое пэси фойс как он образуется английском языке его отличие от экти фойс как паси фойс меняется в зависимости от времени в котором происходит данное действие и в принципе эти пять правил которые вам сейчас расскажу достаточны для того чтобы вы умели писать корректные правильные баг-репорты и другую тестовую документацию поэтому обязательно запоминаем тот факт что мы используем только пэси фойс следующий аспект это использование правильных артиклей английском языке есть определенные и неопределенные артикли неопределенные артикли это артикль и если у нас следующее слово после него начинается с согласные буквы и н если следующее слово начинается с гласные буквы либо если у нас есть какие-то правила по произношению и мы первый звук произносим как гласный тогда тоже используется н и в как определенный артикль если мы к примеру знаем что каком-то предмете в нашем предложении идет речь то то есть он уже определен в нашем контексте, то мы используем артикль the. Если же мы не знаем этот предмет, он появляется впервые в нашем поле зрения, в контексте, например, данного текста, мы используем артикль e-en, в зависимости от того, с какой буквы начинается последующее слово после него. В вебаг-репортах и в тестовой документации, конечно же, чаще всего используется артикль the, так как у нас уже предмет определен. То есть это либо кнопка, которая задизайблена, либо же юзер, который не создан, к примеру, либо же это запрос, который мы не можем отправить. То есть мы направляем уже взор, скажем так, нашего разработчика на определенный предмет. Поэтому запоминаем, что по умолчанию мы используем определенные артикли внутри нашей тестовой документации. И следующий момент – это использование только инфинитивов. В английском языке это работает по умолчанию, потому что начать ваше предложение с другого, скажем так, глагола, с другой его формы мы не можем. Но если мы говорим о русском языке, и если вам вдруг придется работать, например, на русского заказчика и писать баг-репорты именно на нем, на русском языке, то всегда запоминаем, что мы отсекаем повеительное наклонение, отсекаем какие-то формы глагола другие, и всегда используем инфинитив. Например, мы не пишем в наших шагах по воспроизведению «Открой такое-то окно, нажми на такую-то кнопку». Мы пишем «Нажать на кнопку, открыть окно, войти в систему, зарегистрироваться как такой-то пользователь». То есть всегда используем инфинитив. Считается дурным тоном, когда мы используем какие-то другие формы глагола, отличные от инфинитива. То есть мы должны обезличить наши действия по максимуму. Так как выполнять этот баг-репорт, воспроизводить его, работать над ним в дальнейшем могут и другие люди, поэтому не нужно придавать им какую-то личностную оценку, назовем ее так. И последний момент – это использование правильных предлогов в написании, к примеру, тех же наших шагов по воспроизведению. Steps to reproduce. Я чаще всего не использую предлоги в таких предложениях, как «Нажми на такую-то кнопку». На русском языке, конечно же, мы проговариваем это, но в английском нам не нужно делать на это дополнительный акцент. Конечно же, вы можете писать «click on the edit button», тоже, в принципе, используя предлог «он». Другие предлоги в данном контексте не используются. «Add», «in», то есть здесь мы используем только «он». Но приемлемо писать ваши шаги без направления на какую-то кнопку, потому что эта кнопка одна, и не нужно как-то ее, опять же, выделять, назовем мы это так. Поэтому такая запись приемлема. И еще обратите внимание, что вы можете писать как «click the button edit», либо же можете сначала писать наименование данной кнопки, и после этого писать сам этот элемент, над которым мы производим действие. То есть тоже можете взять за хорошую практику вот такое написание ваших шагов по воспроизведению. И давайте теперь посмотрим, как это может работать на практике внутри нашего баг-репорта. Я взял чисто гипотетическую систему, которая нигде не работает, но, к примеру, в ней есть баг. То есть у нас есть некоторый ресурс, на который мы можем зайти под таким-то пользователем, и есть вкладка «user-инфо», где у нас содержится информация об этом пользователе. Эту информацию мы можем изменять, и в случае, если мы эту личную информацию изменяем, мы можем нажать на кнопку «save», и тогда у нас активируется кнопка «undo», то есть мы можем отменить наши действия и избавиться от того изменения, которое мы сделали. В данном случае мы предположили, что у нас не работает эта кнопка «undo», она не активируется после нажатия кнопки «save». И такой баг я занес в Jira. Как я оформил этот баг? Давайте обратим внимание, как это будет на английском языке. Я использую такую практику, что сначала я пишу название модуля, в котором у нас воспроизводится данный баг. То есть в данном случае у нас вкладка «user-инфо», и это позволит нам в дальнейшем облегчить поиск этого бага внутри нашей системы. После этого я ставлю двоеточие. Если вы забыли, то это summary, то есть заглавие нашего бага, которое передает основной смысл того, что у нас происходит. Какой баг у нас воспроизводится. И дальше обращаем внимание на порядок слов на английском языке. То есть смотрите, у нас есть the under button, это наше подлежащее. Дальше у нас идет сказуемое, is disabled. Как мы с вами видим, в пассивном залоге. И после этого у нас идет обстоятельство, при котором это дело воспроизводится. After clicking the save button. Мы использовали здесь наши определенные артикли. Использовали пассивный залог обязательно. И правильное расположение наших членов предложения в предложении. Извините за тартологию, но я думаю вам понятно. И если бы мы использовали активный залог в данном предложении, то получилось бы следующее. То есть в данном случае, если бы мы переводили это, к примеру, на русский язык, то получилось, что кнопка undo дезактивирует после нажатия save button. То есть немножко мы бы потеряли смысл. То есть непонятно, дезактивирует. Что это значит? Она что-то дезактивирует? Либо она сама дезактивируется? То есть носитель английского языка бы просто не понял, что здесь имеется в виду. Конечно же, он бы поразмыслил и, скорее всего, догадался, что здесь все-таки после нажатия кнопки save у нас кнопка undo дезаблится. Но в первом бы приближении у него был бы некоторый misunderstanding по этому поводу. И возникли бы, возможно, дополнительные вопросы. Далее. Я добавил здесь еще preconditions. То есть у нас есть некоторый userb, который также был создан в нашей системе. Если вы заметите, то здесь я уже использовал наш passive voice в прошедшем времени. То есть этот пользователь когда-то уже давно был создан в системе. То есть здесь мы не можем просто написать is created. Поэтому обязательно повторите то, как используется пассивный залог и его формы в английском языке для различных времен. Также в description мы могли написать более подробно о том, при каких условиях у нас воспроизводится баг. То есть это, в принципе, допустимо. И многие пишут это. Я в своей практике не использую description, так как стараюсь всю основную информацию все-таки прописывать в самом заголовке. То есть у меня еще не было таких случаев, где была какая-то очень сильно сложная логика, которую необходимо было еще прописать и в description. Дальше у нас идут steps to reproduce, то есть наши шаги по воспроизведению. И здесь на что мы обращаем внимание? На то, что, как я уже говорил, мы используем наши инфинитивы здесь. Залогиниться, выбрать, редактировать, нажать, перейти. То есть я не использую здесь какие-то другие формы глаголов. Так и в русском языке мы используем только инфинитив. И дальше мы обращаем внимание на те preposition, на те предлоги, которые мы здесь используем также. То есть, как вы видите, когда я, к примеру, нажимаю на какую-то кнопку, я не использую никаких здесь предлогов. Но также здесь можно было использовать click on the save button. То есть это тоже допустимо. И дальше у нас уже прописываются наши actual и expected result. То есть фактически и ожидаемый результат, где опять же мы обращаем внимание на порядок слов в предложении. И используем подлежащее, сказуемое, пассивный залог и наши обстоятельства, при котором это происходит. То есть здесь работает тоже правило, что где когда, где что когда. В зависимости от того, как принято, к примеру, у вас в компании описывать эти баги. И в принципе это позволяет нам также использовать тот порядок предложений, который есть в английском языке. То есть, как вы видите, ничего сложного здесь нет. Самое главное запомнить основные паттерны, основные правила, которые позволяют нам грамотно прописывать нашу тестовую документацию. В данном конкретном случае это баг-репорты, отчеты о дефектах. Но также эти правила используются и в тест-кейсах, потому что в принципе там повторяются те же моменты, связанные с тем, что у нас прописываются наши шаги для нашего кейса. И здесь уже прописываются ожидаемые результаты, опять же используя наш пассивный залог. Такие вот правила мы с вами сегодня рассмотрели. Надеюсь, что у вас не возникнет трудностей с запоминанием и использованием их в своей работе. И вы будете грамотно описывать ваши баги и получать похвалу за то, что все у вас проходит четко и согласно правилам английской грамматики. Большое спасибо за внимание. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok